Филиал акционерного общества Кастрансгаз Аймак и Акимат Кустанайской области вышли на региональный общественный совет с предложением увеличить норму потребления газа. Предлагается скорректировать величину нормы потребления товарного газа для потребителей, не имеющих приборов учета, при наличии в квартире газовой плиты и центрального горячего водоснабжения с 10,6 метров кубических на одного человека до 16,6. Необходимость корректировки нормы вызвана тем, что ранее утвержденная норма 10,6 кубов на одного человека привела фактически к нарушению баланса между количеством принятого газа на пунктах приема ГРС и отпущенного газа потребителем. Таким образом предприятие ежемесячно недосчитывает около 700 тысяч кубических метров газа. Фактически выходит, что сейчас стоимость одного кубометра 24,5 тенге. При нынешней норме потребители платят 260 тенге минимум. Если норму изменить, оплата увеличится до 408 тенге за кубический метр на одного человека. Произведен расчет аналогов методов. То есть это выбор, как вам сказать, методов случайного выбора. То есть они мониторят из течения года. Начиная с 17-го года и завершая 18-го года. Это люди, у которых есть приборы учета? Иначе как, если нет приборов учета, как вы их мониторируете? Это люди, у которых есть приборы учета установлены. То есть мы их мониторим и смотрим, допустим, какой у них идет подтвердение газа. Члены общественного совета предложение восприняли негативно. Тем более, что нормативы по газу пересматривали в 2016 году. А разрешается лишь раз в три года. Газовики парируют. В тот раз инициатива шла от местных исполнительных органов, а не от них. И отношения к изменениям коммунальщики не имеют. Последний пересмотр с расчетами газовиков был в 2014. Как не закон? Если решение Акимова, подпись Архимеда Бегежановича есть на этом документе, и прошло менее трех лет, Сергей Михайлович, ты еще раз прав. Значит, если мы сейчас скажем добро, материал пойдет дальше в департамент юстиции, а там проверит прокуратура и скажет, ребята, они отменят этот закон. В чем вопрос, на мой взгляд? 57% удорожания и увеличения норматива. На 15% поданы тариф повышения вагни, да? Рассматривается сейчас. Я правильно? И возвращен поправочный температурный коэффициент, который зимой будет дополнительно начисляться от 1,1 до 1,17 и выше. Тем более на протяжении 8, 7, 8, 9 месяцев, как в этом году мы топились в мае месяце. Все. Вы понимаете, какое стечение обстоятельств? После длительных обсуждений и споров члены общественного совета отклонили инициативу коммунальщиков и предложили, как вариант, через суд отменить постановление 2006. 2016 года и вновь обратиться в общественный совет.